здравствуйте дорогие друзья я думаю каждый из нас наблюдал за собой в детстве и мы неоднократно примечали за тем как оставаясь в пустом пространстве или же в пустом помещении в закрытой квартире комнате либо даже на улице в одиночестве иногда у нас бывали весьма странное состояние когда возникало ощущение что мы находимся в помещении либо где-то на территории не одни я уверен с таким состоянием сталкивался каждый человек в детстве это проявляется в большей степени в юности это проявляется намного реже ну и когда мы уже находимся в зрелом возрасте эти состояния также проявляются крайне редко люди кармические отягощенные они испытывают эти состояния довольно часто то есть у них очень сильная связь с нижними мирами ну и естественно подобным состоянием подобным внезапным перепадом настроения либо либо припадком какой-то повышенной чувствительности они подвержены намного чаще но естественно у таких людей переживаются эти состояния намного более глубже то есть что я хочу этим сказать что на самом деле как таковой болезни не существует ну или психических заболеваний по большому счету не существует это все просто лишь кармические тенденции которые есть у тех или иных людей и проявляются они исключительно соответствии с дурными поступками то есть всевозможные психологические отклонения психические отклонения они проявляются у людей которые вели скверный или же дурной образ жизни накопили очень большое количество дурных деяний которые сопровождаются связью с нижними мирами отсюда и вот такие вот параноидальные чувства преследований и так далее к чему все это рассказываю было мне недавно видение кстати немножко вернемся назад я думаю многие из нас посмотрели ролик о посещении мощей святителя николая в храме христа спасителя в москве я записал на эту тему ролик и данное видение она также была связана с храмом христа спасителя и как я понимаю с благословением святителя николая то есть скорее всего данные два видения о которых я вам сегодня расскажу они явились как результат паломничество мощам святителя николая то есть по всей видимости в данных видениях есть какое-то благословение самого святителя в какой-то момент я увидел как опять я моя семья мы перемещались в большой очереди в направлении храма христа спасителя и меня привлекли несколько человек которые стояли у входа в храм христа спасителя но они стояли очень странно то есть если обычный человек и направляется прямо в двери храма христа спасителя заходит совершает поклонение ставит свечки делает подношение и так далее совершает свои молитвы то несколько человек они перемещались или продвигались не в направлении самих дверей они стояли прямо перед стеной с правой стороны от дверей в храм христа спасителя что было для меня очень странно создавалось такое ощущение что эти люди они как бы пришли в храм но войти они туда не могут потому что каким-то непонятным мистическим образом они часть стены храма принимают за двери и не могут пройти в эти ими воображаемые двери поскольку те являются просто воображением и они упираются просто в стену на данном примере можно понять что в жизни таких людей проявляются весьма серьезные препятствия и у них нет возможности посетить храм христа спасителя но у нескольких из таких людей я обратил внимание на особую темную тень которая располагалась у них сразу же за спиной то есть люди обычные люди которые стояли возле этого участка храма они были особо ничем не примечательны мне запомнила женщина лет наверное 50 чуть более лет и у нее за спиной стоял вот такое вот темное существо но условно говоря я бы назвал его падший ангел и он стоял к этой женщине настолько близко что возникало ощущение что он заглядывает ей в голову и всматриваясь в ее состояние я понимал что ум этого нечистого демонического существа и ум этой женщины они как бы смешаны ну или же другими словами это нечистое существо контролирует ум этой женщины было странно и на что я также обратил внимание особое беспокойное состояние внутри этой женщины она постоянно осматривалась по сторонам и очень часто поворачивалась назад как будто пытаясь кого-то увидеть но при этом она смотрела в пустоту невзирая на то что вокруг было довольно много людей то есть она смотрела в пространство и в то же самое время не видела людей и у нее была постоянная паника паника как будто бы с ней рядом кто-то находится и когда она поворачивалась назад это это демоническое существо она исчезала исчезала женщина на какое-то мгновение успокаивалась осматривалась и становилась более спокойно она убирала она возвращала голову назад это демоническое существо возвращалась и опять начинала контролировать мышление этой женщины далее спустя какое-то время опять возникало такое вот напряженное состояние в уме этой женщины она опять поворачивала голову опять демоническое существо исчезала она успокаивалась голова возвращалась назад возвращался возвращалась и демоническое существо было странно и здесь когда я смотрел за всем этими за всеми этими играми головы женщины и движениями этого нечистого существа здесь я понял что на самом деле подобное состояние мы переживаем все другое дело что если у кого-то кармически тяжелых дурных скверных деяний много соответственно мы таким образом позволяем нечистым духом нечистым демонам прикасаться к нашему телу к нашим умам и очень часто подобные духи и демоны они даже контролируют нас посредством нашего же ума на что я также обратил внимание в уме этой женщины было очень много сомнений то есть сомнения наподобие зачем ходить в храмы если бог есть везде можно дома помолиться зачем поклоняться мертвым останкам это как бы мертвое существо ничего никаких благословений там нету и собственно святого там нету это всего лишь его кости ты неизвестно его ли это кости вот такие вот сомнения данную женщину постоянно обуревали то есть подобный демон или же без он вторгаясь в ум такого человека он навеивал вот такие вот мысли и женщина будучи бессознательной она позволяла своему уму думать вот такие вот глупости и такое такие вот невежественные мысли скорее всего ее умонастроение об она была исключительно навеяна этим нечистым демоническим существом зачем это происходит зачем это делается трудно сказать нечистые духи не очень часто пользуются жизненной энергией людей в силу того что у самих у них подпитки какой-то жизненной энергии просто нету то есть они находятся постоянно в обезвоженном состоянии им хочется также благословение свыше но учитывая то что господь отринул этих нечистых духов демонов они всевозможным образом стараются напитаться у живых людей вот таким вот образом влияя на человеческих существ то есть препятствуют у данных людей данной женщины было очень много удивительно было удивительно я так понимаю что даже в москве существует очень большое количество людей которые в силу сомнения хотели но не пошли не пошли потому что были препятствия на каком-то духовном уровне и они не смогли пересилить свое какое-то внутреннее невежество свою глупость но и можно сделать также вывода что эти их мысли были в общем-то не их мыслями а в силу нечистоты ума они позволяли подобным существам ввергать свои умы в такие вот печальные нечистое состояние то есть состояние когда мы вроде бы хотим посетить храм но не можем и упираемся лбом в стену да это состояние человека который хочет сходить поклониться мощам святителя николая но не может причины как я уже тому сказал ранее нам уже известны но и второе видение также было связано с храмом христа спасителя точнее на самом деле это было одно видение но продолжалось на протяжении какого-то периода и несколько элементов я вам описываю и также интересный момент был когда мы с большой группой людей шли в этот храм я увидел несколько человек точнее я на самом деле не увидел их я услышал какое-то странное движение у себя за спиной и почувствовал некое вторжение в астральное тело когда проявляются нечистые энергии возникают всевозможные панические состояния и нечистые энергии внутри астрального тела я почувствовал вот такое вторжение или же некую близость и развернулся когда я развернулся я увидел три девушки ну или девочки им было наверное по 15 16 может быть 17 лет они были веселые юные красивым и что самое интересное когда мы перемещались в этой очереди я видел что погода очень хорошая то есть солнышко светило было очень тепло это все в видении происходило и эти девочки они были одеты по-летнему то есть они были какие-то футболки на них были какие-то шортики причем шортики довольно коротенькие и футболка и шорты были облегающие и они находясь также в очереди шли в направлении святителя николая мощей святителя николая как я понимаю не также хотели совершить какое-то паломничество поклониться святому но шли они за нами с очень очень большим трудом и когда я начал рассматривать их тонкие тела я понял в чем причина девочки как я уже сказал они были водеты в шортики и когда я посмотрел им на ноги я увидел темных существ это существа наверное ростом где-то по 50 60 сантиметров с маленькими черными крылышками довольно неприятного вида черные исключительно черные то есть там не было каких-то других оттенков и они эти чертики их было ну около десятка может быть даже полтора данных существ и они перемещались вместе с этими тремя девочками один сидел на ногах у одной из девочек и когда девочка почувствовала у себя на ногах какие-то уколы или царапины она повернулась как-то дернула ногой она на самом деле не видела этих существ она чувствовала что-то ну что именно понять она не могла и она как бы дернула ногой это это демоническая сущность она спрыгнула с нее и отбежала но когда эта девочка продолжила свой путь далее другой такой же дух запрыгнул ей на ножки на голени исключительно на голени это не на бедра не на куда-то еще in именно голени обхватил как когтистыми руками и продолжал вот таким вот образом перемещаться вместе с ней но когда в следующий раз девочка также повернувшись она дернула ногой ударила этого это нечистое существо она рассердилась прыгнула ей на ноги вонзилась когтями в ноги и порезала ей голень причем раны были довольно длинные и глубокие наверное одну сантиметров по 20 по 30 то есть от колена до пятки это демоническая сущность резала кожу своими когтями на голени у этого ребенка и я видел как из голени стекает кровь а мы все это время продолжали движение в направлении храма и кровь стекая по этой голени она уносила вместе с собой жизненную женскую силу обратите внимание эти нечистые существа им нужна была и они питались исключительно женской энергией я уже описывал в некоторых роликах что женская сила женская энергия находится у женщины внизу живота то есть центром данной силы является матка и по сути ноги являются прообразом этой женской силы так вот женской силой женской энергии интересуются не только мужчины но на самом деле очень часто еще нечистые существа нечистые духи и когда женщина одевается слишком вызывающе и на ней по сути просто шортики и обнаженные ноги для духов нечистых демонических существ не составляет никаких проблем прикоснуться к этой энергии взять часть этой энергии и учитывая то что эти девочки шли в храм христа спасителя те демонические существа они рвали всем трем данным девчонкам голени и когда эти девочки шли в направлении храма я видел как они позади себя оставляют потоки крови то есть на асфальте оставались такие кровавые следы и эти духи постоянно забирали эту женскую силу у всех троих эти девушки или девочки они становились все слабее и слабее и на самом деле было довольно тяжело идти в направлении храма невзирая на то что они были бодры молоды и полны сил но ноги они тащили с очень очень большим трудом потому что у одной духи сидели на ногах у другой были порезанные голени они были все в крови это было такое довольно странное впечатление и странное состояние именно исходя из того что я видел и когда я наблюдал за всем этим процессом я понял почему на руси одевали именно длинные юбки и что самое интересное когда я смотрел на ноги этих девочек я понял также зачем наносились особые орнаменты на юбке и с какой целью и какую функцию выполняли эти орнаменты то есть вышивался особый рисунок и этот рисунок он впоследствии позволял женщине сохранить свою жизненную силу которая необходима для продолжения рода то есть женщина я уже подчеркивал неоднократно основная ее функция это продолжение рода если женщина находится в слабом энергетическом состоянии дети будут слабые если вообще будут и если даже не родятся они могут прожить просто слабенькую жизнь не оставить после себя потомков и на этом род прекратится народ должен продолжаться в этом назначении основное назначение женской силы и для того чтобы женщина смогла уберечь себя от подобных воздействий подобных влияний существует исключительно женская длинная одежда и по всей видимости она создается нашими или создавалась нашими прабабушками прадедушками таким образом чтобы защитить и девочек и девушек и женщин и те орнаменты которые наносились они также несут себе вот эту вот силу силу для какой-то магической защиты на самом деле вот эти духи маленькие которые добыли прыгали на ноги этим девочкам они на самом деле довольно слабая то есть в них они себя ничего сверхсильного не представляли от них можно было бы защититься даже одеждой но но почему-то в нашем обществе делается все наоборот искажение идет на всех уровнях и на всех планах и люди одеваются совершенно странно странно и было бы конечно хорошо если бы мы вспомнили о традициях наших предков восстановили эти традиции потому что на самом деле я предполагаю что в одежде наших предков есть очень очень много каких-то особых магических сил которые позволяли им рожать большое количество детей быть здоровыми крепкими как бы не то что нынче мы да все слабенькие после 30 лет уже все больные и так далее стало мне интересно порылся в интернете нашел действительно изображение платьев и юбок в древней руси и действительно на многих из них на сарафанах на платьях очень много всевозможных орнаментов и в этих орнаментах присутствовали действительно и магические символы и какие-то священные животные и символы которые как я предполагаю могли защищать женскую силу также хотелось бы добавить что когда женщина носит юбку существует в магическом искусстве особый символ этот символ известен как круг круг используется во всех знаниях во всех ритуалах так вот круг он по сути используется практически во всех ритуалах круг считается самым сильным символом и этот же круг можно найти в платье или же в юбке у женщины друзья мои то есть если посмотреть на изображение на картины тех сарафанов тех узоров которые есть на древних изображениях можно увидеть что действительно именно круговое изображение круговой орнамент существует в нижней части юбки и также на многих платьях женских на многих женских сарафанах именно в нижней части в то есть в ногах существует максимальное количество каких-то узоров каких-то орнаментов и так далее то есть в большей степени даже расшивали узорами исключительно юбку исключительно нижнюю часть юбки я даже не знаю как видите она называется то есть я думаю что есть специалисты люди которым это интересно они сразу поймут что я хочу сказать потому что знание у меня в этом направлении нет вообще пытаюсь донести все своими словами то есть еще раз хотелось бы подчеркнуть что все таки друзья во первых в храм нужно ходить исключительно благопристойном виде то есть не должно быть никаких джинс никаких шортов коротких юбок только длинная юбка только если хотите сарафан то есть чтобы мы всякую нечисть не тащили с собой в храм потому что скорее всего мы каком-то полуобнаженном виде и дайте не сможем это мои рекомендации мои выводы делюсь видением исключительно так как видел а там уж решаем мы сами до встреч